так ну что ж друзья всем большой привет еще раз у микрофона с аквинг со мной дугер и мы с вами смотрим игру уже 3 7 дня про серии 12 сезона где команда x game x game kz который находится на стране дайры следовательно сверху против команды ссср которая сейчас забанил лужак соебанит еще одного героя привет дугер да 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 всем привет дорогие друзья мы продолжаем смотреть но вот что надо сказать вот опять вис по 5 сф ну теперь акс и тролль но тролли не был и джиггернаут сразу заходит то что его не было в бане все максимально стандартно сейчас еще кемпинга с лионом зайдет и это вообще будет классика жанра ну да почему нет вот кстати ли он вот кого не было в той игре в предыдущий который тоже попсовый талион вот так и он отошел командию ссср но через джиггернаута будут разыгрывать сейчас их с геймы да окей конечно не вопрос да но и такой вот сразу вопрос за кого же все-таки зайдет это венга и если парнейшу чтобы в арт не хилил и те сразу же в ответах x game kz у нас намещается уже интересный махач это уже сразу видно вот и ждем да ну и пока что нас потихоньку команды распикиваются буквально и разогревается капитан команды x game kz у нас толк это команды usr info забанили спектру вот это вот очень интересный банк по-настоящему не любят они именно ее ну спектра это такое то редки на самом деле сейчас товарищ на на компетенте сцене в принципе сейчас обычно какие-нибудь джиггернаута тролли вот которым вот все которые сейчас в бане находится и чуть в пике вот но спектра это такое почему спектра она что-то зевса делать нехорошие для джиггернаута нет ну вроде бы нет но хотя вот спектра мне кажется будет посильнее немножко джиггернаута зайти там как толстенькая и джиггернаута особо то пробить не сможет вот но у нас еще отправили в бан шейкера да но джиггернаут такой герой на самом деле его не считают никогда ультра лейтом хотя его в принципе можно как-то слепить в ультра лейт вот ну а там папа кстати от команды ussr кристалмейдан вот это да кристалмейдан это знаешь какая комбинушка тут выглядит сейчас ну ты сам видишь да это вот типичная попсовая связочка своем к джиггернаутом джиггернаут мой герой я привораживаю он крутится ну слушай но имеет право на жизнь на самом деле особенно здесь то да там да еще какого-нибудь саппорта вот зевс почему бы и нет принципе зевс может быть очень хорошим вторым саппортом представляешь там заморозочка раскрутка джиггернаута еще и болт от зевса залетает но здесь скорее всего будет что-нибудь в стиле миддл лейна да да ну и пока что да там минус шейкер шейкер что-то тоже у нас уже второй второй раз я его сеть сегодня вижу может быть и 3 вот он уходит у нас в бан на этот раз и ну да и грабильный чел шейкер к вопа тоже но и вот мы буквально там но не позавчера даже еще чуть раньше по он сказал дура разглагольствовали на тему того что сейчас последнее время пошла страта там типа все сквозь бкб то есть там и квопы всякие джиггернауты и умни слышь и там аксы те же самые тролли которые руками настреливают вот тут фантом ассасин например команды ссср интересное решение которое возможно даже перелетие джиггернаута слушай но я на самом деле вот так же примерно вздохнул сейчас потому что вот это вот товарища точно не было ли 100 и это на час профи для команды из game у них какая-то просто задумка ей заранее подготовлены и видимо носу потому что они так быстро пикнули фуриона и ничего им не мешало против этого да окей и это видимо будет уплэйн фурион да ну и кстати вот после такого видимо печального поражения вот они уже же играли одну игру в рамках про серии с двенадцатого сезона они проиграли команде чапа team причем довольно таки быстро там в районе 29 минут takes game это да 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 и они играли чем-то по домам или как они играли по каким-то стандартным таким метовским пиком памяти и проиграли очень быстро команде чапа то есть там игра в отне ворота и x game пытались еще как-то держаться у нас последний банк забанили кокверка забанили вич доктора и сейчас магнус зайдет магнус кому магнус и с геймом юзер ну слушай на самом деле прикольный чем но но флейн магнус суши а мне нравится решение магнус на самом деле не за что пострадать может цинкетч гринал то товарищ хотя нечего носки вере уедет и на нормально гуляй вот смотри добав фантом ассасин потом стяжка под queen of pain под аппарат еще и под леон у которого рано или поздно появится огнем и это неприятно да да так на что мы ждем последний пик у нас производят игроки и уже очень скоро мы перейдем на карту напоминаю что это седьмой игровой день команда и с сыр против команды x game кэзэ ну и собственно вот они до перед вами и тут еще есть вариантик дум может быть хотя вы думаете реально будет сложнее чем магнус какому-нибудь а магнус здесь да под подкоп там под из blast sonic wave и под фантом q на который накидывать им по это очень хорошая штука опять же комбо в пятерых это то что очень-очень редко залетает а когда залетает она сразу распространяется всему ютубу посмотрим как долго ждать еще 35 секунд инфо видимо хочет использовать все свое дополнительное все таки последний пик у команды и ссср что мы ждем ребята задумались ценка джиггернауты чтобы взять против них команде x game нужен суппорт какого спорта ты видишь кстати для x game of ну давай подумаем винга вау это брю мастер а магнус кстати геймор залетает они так быстро зацепили за него типа не отдать и ссср но как бы они уже пикнули перед с геймами ладно не супер мастер будет для команды и ссср очень-очень сильный но последнее время мало играбельный герой а у их геймов будет магнус магнатавр и магнус здесь да под джиггернаута под зевса вот ну и представим команды команда и ссср за сторону рейдинг она играет и у нас а ее и у нас сейчас сейчас вам расскажу инфа у нас играет на фантомке white gold на леоне зонда играет на квапе саш в рн за инжи паришина и идет в сторону легкой кстати линии демоник на брю мастере да ну и за команду x game к из и у нас толка сегодня будет играть на ничи профите мантис играть на зевсе амэзинг играет на кристалл мэйден томас на магнусе ну и на джиггернауте нас играет ревью риф 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 по-моему все таки они томас а томаш на магнусе но да суть это не меняет это кстати соло мид магнус видимо с доуфы новым фарионом смотри под смоками в четвером отправляется юсср сейчас спину просто залетят какой-нибудь съемки видят филинг тачи она погибает стопроцентно да все там уже зацепили теченька дэмэдж вот он как бы и мэйзинг до качал там кристаллу себе потому что типа дэмэджа больше нанести что ли или что в общем ладно не суть война за руну интересная такая происходит сейчас поехал как у иди иди это идеальный скьювер магнус не остался демоником а демоник а демоник здесь застрял надолго он пытается слушать вария сейчас я продемонстрирую тебе как курьер вот он курьер поехал поехал курьер и этот курьер не летает если что он не будет летать еще три минуты да смотри пеньки 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 подошли видят курьера махач просто между пеньками курьер живи он ли он подошел спасти курьера курьер подошел не все-таки дали т.п. на хайграунд все-таки т.п. дается это было раньше то в общем ладно не суть все-таки спас и демоник но он вот только на 50 секунде подошел наконец-то на т1 прикольно кстати у нас расстановка то от команды юсср агрессивная трипла получается с фармящей фантом к здесь у нас аппарат сопротив и в легкой брюмастер против уриона и фурион здесь будет чувствовать себя по крайней мере до шестого уровня брюмастера крайне уверенно то что посмотри пеньки прогоняют еще и тычки такие больные залетают ну и соответственно брюмастеру крайне неприятно что у нас на беде на беде кстати квапа уже очень сильно просила хотя по крепстату очень даже неплохо идет а магнус уже бежит до базы банки мало но здесь ли он и он кстати мог подставиться в принципе мог как бы не так на топе ну сейчас на топе наверно самые интересные действия будут происходить все таки шесть игроков здесь сконцентрированы и вот собачка которая лагает и бегает в дерево собачка бегает дерево она просто бежала в дерево и и вот все ну она обьючивает деревца она хочет пометить территорию просто мне кажется сейчас потому что собачка в принципе обычно собачка работает нормально фишка в том что и сама мэзик тут бегать так это очень нервно нажимает постоянно с очку там кнопку и поэтому собачка тоже там ёрзает так крайне неприятно сейчас прогоняют просто малейшая агрессия у нас и цепляет джаггерната есть фикс там чилингтач был там чилингтач и надо пару тычек буквально дать чилингтач захавал джаггернал в блэйдфьюри есть еще проблема у лиона кстати мантис не успевает и на развороте пошел уже сейчас и потенциалом своим и чем больше так и разменялись деморджем а это не в пользу команды и ссср то есть хилла то здесь особо нет то есть у лиона осталось два танго аппарат пустой и у фантомки еще одно танго все больше ничего нету а там кое-кто с вардом кстати да так на что у нас на медиа магнус уже неплохо продамажил queen of pain хотя квапа довольно таки сильно перекрепывает 15 на 3 квапы в то время как у магнуса всего лишь четыре на ноль но разница ощутимая для третьей минуты она только стены дэмэдж просто постоянный дэмэдж что у нас внизу внизу фурион да вот как я и сказал очень даже хорошо крепается он топ крипсат на карте и сейчас вот заходит зато один товар и что пытается сделать так что у нас на топе на топе фантом ассасин и аппарат ну вот агрессивный трипла с фантомкой и блин агрессивный трипла с фантомкой сама по себе фантомка не такая агрессивная сам по себе герой и поэтому агрессивно трипла с этим персонажем это очень рискованное действие что мурсу разорался но не суть джиггернаут здесь чувствуя комфортно полоски там по крайней мере 14 против нас назад слушай но это благодаря вот этому отводу сейчас инфа нафармил причем еще кого нафармил так это урс так что здесь все под контролем да ну и посмотри у нас пятая минута игры а счет 3-0 польза команды и ссср и по крипам все очень хорошо то есть один фурион который в топе а остальные проигрывают по крипстату да да и вот сейчас брюмастер может погибнуть кстати но успел прогрессии чем самым спас сам себя стал к этому счету вышка что-то получал больше чем планировал и тринты не затанчили этот товар и этому нэйч с профитом надо еще будет доедать все свои последние танго убри мастера же убри мастера же к нему летит просто целая дели они не целая делегация к нему боталлы и ботинок но боталлы ботинок это то чего сейчас будет как раз достаточно на меду тумыш тумыш на миду 12 на 2 крепстат 25 на 5 квапа но понятно что магнусу да придется тут сидеть личить экспириенс фармить не так много как он хотел бы но тем не менее реализовать свои что ему тупо надо быстрее чтобы все было потом у него лучше чем у queen of pain так мы что тут смотрим пока что команды просто фармят расфармливаться потихоньку помаленьку притягивает сюда фантом ассасин под медул а что она хочет сделать переместиться на бот что ли или что это вместе с лионом кстати пришла еще и летит сюда у нас queen of pain аппарат подошел и вчетвером на меде пытается забрать видимо магнуса вот это мне нравится это боевая фантомка который еще и забирает себе фраг сейчас это фантомка которая ромнет вместе с упортом и не благодаря этому кило у нее появляется тысячи денег ботинок и это следует автоматически кредо носу ботинок ну либо пробит маска там в зависимости от того вообще что сейчас это хочет да ну насколько я понял если фантом ассасин перемещается именно под киллы то это будет что-нибудь в стиле pt на топе чекернат вот в чем минус когда команда и ссср отходит с агрессивной триплы сразу начинает фармить джиггернату уже 22 крипа и 8 динаев имеется ну вот этот вот крип и все и он обгоняет фантомку ну окей ладно не обгоняет ночи и крипа не добила фантомка там еще одного ладно это все мелочи джиггернаут все-таки имеет фейсбуц и что у нас фурион вот теперь фурион чувствует себя еще увереннее то что ну как бы фантом ассасин она может к тебе кинуть даггер она может к тебе прийти и дать тебе крит но все равно фуриону здесь более так при этом то что деревья ты по аут и все хорошо но нет у нее столько дэмэджа чтобы убивать пока что но вот буквально через левел у нее будет на самом деле и так и инфо пошел прыгать по сталке а то там и чилинг тач есть у сталкета проблемы до свидания сталкет фантомочка забирает себе еще один фраг и это второй фраг для фантомочки ну и сразу же вот здесь вот парадокс мемориал стоит такой по толкету плачет земля да ауч подпись и сейчас на видео у нас втроем вдвоем прошу прощения а вот я говорю саппорта по смоками посмотри там же разные подписи еще на этой штуке на мемориале на этой получилось ауч а там же где-то фантомка еще на меду убивала же а вот она а здесь написано who turned out the lights кто вырубил свет так ну вот так вот квапой разорвало вот квапой подоминировала по крипам а еще и ли он отвалился потому что хотел помочь клапе он прилетел и сейчас начинает уже пушить т1 товар да и делать еще девард на топе вот на топе кстати такая дуэлька происходит джиггернаут и брюмастер они друг друга не убьют ну битва критов на самом деле ну это так грубо говоря у брюмастера восьмой левел брюмастер может попытаться но пытаться надо очень рискованно у джиггернаута нету не на блэйдфьюри маны но вот сейчас появилась уже спасибо ценки кстати потому что регион маны идет именно от нее но он не слышу еще не будет и не будет достаточно долго но демоник не хочет покажет праймал сплит в блэйдфьюри понятно джиггернаут если что ускакает сейчас вот активно кстати контролирует руны магнез зевсом перемещается также подмидул и в лесу начинает фармить фурион но все-таки этому пареньку очень нужен фарм и будет маял штром у него первый артефакт у меня не молек то проблема придется правил сплит развели на правил сплиту зря цемка показал хотя можно убить и джиггернаут потому что он уже потратил блэйдфьюри приморозили огненного дамажащего пацана ну и все он просто этими пацанами начинает фармить вон джиггернаут помешать хотел теперь он летает в циклоне а ли он зевсом разменялись на миду ли он зевсом понятно на чью это пользу все как это здесь все вообще произошло а тут опять махач просто произошел до фурион с магнусом и зевсом пытались раз против копы с лионом на этот раз ли он разменял себя на мантиса и это более полезный размен нежели чем в предыдущей попытки да смотри вот я еще одну ошибку нашел это полностью аналогично что из геймкз дают джиггернаута фармить что и для команды и ссср фантом ассасин который уже фармит минуты четыре наверно на нижней линии у нее так два фрага магнус магнус на медуз там подкопы и тычка клопы к ой 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 на развороте хорош какой магнус и это дал все-таки шок вейв и еще фурьем прилетел и четырьмя тычками добил ли она 2 в 1 наверху бремастер отвалился просто потому что жиггернаут наконец-то изволил использовать омни слэш честно говоря пока что такие лютые размены происходят причем по всей карте независимо от местоположения просто война мантис 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 ой 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 тулю 170 never saw it coming говорит этот парадокс мемориал сейчас 170 урона скрит улей и подошел при он здесь инфа будет развороте пытаться трат может убить же это не то может 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 это был килл для инфа дальше надо продолжать нет нельзя продолжать дальше сейчас будут как-то убежать но все уже ничего не сделать ну и тупо не успела сейчас фантом хотя из глаз уже полетела он дорог сайт of the grass опять убило здесь фуриона на этот раз просто парадокс мемориал да но и вот посмотри это фурион который прилетает и погибает от фантома ассасина который просто есть не знаю таблу у нее просто первый который работает слишком часто вот эти вот 20 процентов выезжено в итоге превратились чуть ли не в 100 а так вообще у фуриона чисто теоретически шансы были естественно что на сквинов пн под инвизом и что она передвигается потихоньку но я не знаю можно проявить какой нибудь агрессию если джигерта от которых без помни слэша пока что но и саппорта вместе с макнусом а и джигерта все таки цепанула из властного это не важно цена купила смог цемка здесь пока что но не очень полезная единственно что аур на 2 как помогает но по сути 012 научатся в киллах от семьи это конечно не идеально я тут видимо кулиона пропускаю на миду разорвало его на клапа выживает она еще на развороте что могла подраться у никвейвом данная кстати у команды x game нету станов если вот не считать болт который микро рп ну колбочка а всю кубочка еще отлично все все и раз уж на то пошло элемент контроля который не совсем является станом это спорты фуриона достаточно контроли и я думаю что ну джигернаут будет стремиться конечно к башу ротом после всех этих своих причиндалов типа мама типа саши яши потом будет наверное какой нибудь баша превращаюсь превращающийся в супер башер одном составе проблем не будет я вот опять засмотрелся магнус умер у нас на хайграунде от клопы да но фантом ассасин уже на боте активно начинает пушить т1 tower сюда перемещается у нас здесь сюда перемещается цемочка на что у нас кстати а фурион то с мидасом фурион действительно и помимо мидас у него еще по языке 1400 денег и на 12 минуте это очень хороший показатель 9 левел также есть в принципе все у него и для пуша имеется тренд и левела 3-го там телепортейшн замакшенный вот и на боже там просто столько шестерок я аж испугался усмари 3 по 66 час был крипстат просто ужас но это уже 13 еще и минута 13 божишь ты мой ладно по голде у нас 500 денег там нравится 0 xp и в общем ничего не значит нам графики не показывают полезного данных ворс в принципе тоже пока что все еще держится достаточно хорошо лет на уровне вверх и что магнус так судя по всему он был как у планер бремастер вот по фарму фрион благодаря мидасу имеет чуть больше на порта да сейчас потихоньку продолжает у нас игроки фармить то что ну персаж такие которые должны именно фармить и они занимаются тем чем должны вот собака опять смотри вот на всем пока что ну блин магнус отблинковывался что там собака а собака уже начинала бегать оба ща умрет вместе с м к и там есть он не слышит все таки убили разорвали эту фантом очка у нее кстати не было чуть стрека ну все собака побежала там типа полезать там чтобы все прошло цинке потому что совсем нет она никуда не собираюсь уходить видимо верит в франк виллы когда там есть а она я знаю кого она боится и аппарат уже отправила из глаз слушай да и он летит хорошо хорошо летит но летит он прямо на фонтанчик да ничего не получится все 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 должен был услышать глаз ну ладно не суть она уже прохилилась к тому моменту что у нас фурион фурион будет покупать себе знаешь что лотар что-то бессмертно просто это лотарчик но фурионе да окей окей я не думаю что планировали в принципе как-то контрит лотарь суппорт команды ссср ссср но им просто придется чуть позже так мантиса подкопали палец по нему дали у него сейчас огромные проблемы 80 хп но слушай живет развороте еще болтину кинула аппарат ой ой на пути что происходит самка сультела здесь у нас погоня отлично рт по 2 минус фантом ассасин минус аппарат моментально минус 2 для команды и ссср вот я просто зад на топе наблюдал как чудеса не убили поэтому во я не услышал но это минус 2 и тут скорее рп магнуса чем ульта ценки да нанесла он хотят семечку тоже так нормально вот из своих 500 на 250 она продамажила вот магнус молодец все молодцы драка на 1300 денег на 1600 экспы можно попытаться пушить ботом данный теперь x game к заведут по килом счет 1011 на 16 минуте игры летит сюда у нас ли он уюю и посмотри как подцепили неприятно покупать шагернат можно и за магнусу магнус прожимает скьюера пытается как-то уйти ты по через две секунды да и блин через три но он тп решил просто сделать но ветра поднял аквапа квапа с ветрами друзья и еще один подкоп и это минус томаш так урион подошел с крутые минус ли он дальше тратил зон до конца потому что другого исхода здесь просто не может быть и ульта дзевса спасающий из толкат уходит но единство что уходит флотар поэтому сразу же его палят флотара сразу тычку дает потому что прием по фарму чемпион там умида с откатывался в общем и так далее пройдя на рейшинг я пройдя заряжается ли кто он заряжается ну зарядился где-то около т1 до между т1 и т2 ладно не суть но сейчас у нас на топе продолжается протисляя а земс посмотри как он смело стоит подошел такую болт кинул и все и как бы противник уже отходит брю мастер а фантомка начинает пушить и у нее артефакты появляются соответственно протяником становится все более неприятно получать тычки от этой фантомки да так плохо слышно сделал так чтобы было слышно получше немного важного вот это помочь здесь погибает яс погибает на топе и погоня будет дальше потому что это мой магнус он не слышь дамы и склопа за дожила но она здесь не выживает за дожила тяжело сказать что за дожила просто вышла из страны рп и первая реакция на себя ветра вот это минус 2 это опять же здорово все таки мантисы разменяли мантис умер не зря можно попытаться спушить топ точно так же ну и ситуация просто повторяется да ну и сейчас тут начинаются качели давайте глянем на графике хотя по графикам x-game уже ведут довольно-таки солидно ну буквально один замес такой удачный но ведут это не так будет падать если в т.п у нас идет фантом ассасин айс бласт можно попытаться подраться с магнусом криту ли прописать чтобы айс бластом дотикал и хоть фраг был бы там уже и аппарата зацепили за то что наблюдал фурион здесь формил крипов периодически убивает аппарата ну и пока что все слушай на всех фронтах происходит так невозможно следить 500 голды 500 экспы и это за аппарат это фрегон заработал честно да в честном честном бою но и что у нас перемещается x-game и куда-то под мидл все таки здесь еще т1 тавр имеется это кстати получается последний тавр для команды юсср т1 который находится и айс бласт летит здесь зевс учить queen of pain проседает вместе с зевсом погибает зевс погибает queen of pain размен один в один и фраг опять для фуриона и это один в один принесло больше кому сейчас посмотрим кнопочку у нас будет или было уже да вот будет будет но честно говоря голды тут маловато да но просто чтобы иметь понятие о том что никому это плане команды не принесло но принесло конкретно прием аппаратом чуть-чуть денег вот то же самое эксперимент примерно квапа получил экспозиции нет вот что еще немаловажно данный смотри сейчас у нас видимо будет такое расширно стояние ли он проходит его прекрасно видит джаггернаут а ли он смелый страх потерял ли он там уже и тренты его видят и бегут крыть его эти тренты но все есть ничего больше не будет происходить фурион влетает просто на аппарата посмотреть четыре точки нет аппарата четыре тычки так брюмастер еще прыгнул клапнул но фурион да он умер из за этого брюмастер я плохо видел либо плохо наблюдал опять же хотя по моему демоник праймал сплит это свои использование так активно как хотелось бы так на что у нас сейчас на медиа перетяжка все-таки на рошана никто не пошел и на медиа фантом ассасин а вот фантом ассасин уже очень больно бивать и все зависит у нее от удачи то что залетать бывает криты не пруты и все как бы никого она не убивает вот рпм а рп по двоим сейчас девс прокаст и квапа убежит на блинке а из глаз на развороте цепляет но не важно а вот они все равно не добраться ну и демоника здесь шуток просадили неплохо 400 хп оставили так зевс без маны но тут куча народу хлопа зачем блин канулась у меня слышь замечательный минус ли он минус фантом к минус все что движется вот первый вот брюмастер праймал сплит минус семочка зевс должен погибать зевс нельзя таких отпускать и сейчас брюмастер будет погибать если они отпустят тверд они отпускают или нет ой хорош магнус хорош добивает по таймингу ну и это минус 4 очень хорошие драки так с геймки из этому пород что-то я слышала из глаз но он умер в итоге не кто-то от аппарата фурион его убил в общем тогда тим вайп окей да именно так еще и забирает tower и проблему проблему есть сыра не потеряли все свое преимущество которое было в начале игры уже давно и вот отправляются на рошана и преимущество в 20 секунд без брюмастера никто никуда не пойдет и самое что неприятное праве мал сплита то нету ну если без брюмастера никто не пойдет хотя они все это время дрались без брюмастера если без брюмастера то минут у них целое времени есть а так вообще фантомка достаточно боевая то пытается что я что сделал после доминатора данный вот джекернаут подбирает это первый рошан был на карте 22 минуты игры счет 16 23 в пользу команды иксгейм кэзэ графики нам показывают что иксгейм ведут за семь с половиной тысяч по голде и по опыту за 10 тысяч хорошо ой хорошо как кузгейма все пошло это просто драки огромное количество отличных драк и джекернаут уже имеет бкб джекернаут может драться в принципе и после он не слышим и ну да вот закреплены примерно так вот происходит 540 там криты летают вот сейчас дарите бкб то же самое будет происходить с героями команды и ссср да но вот проблема кстати у зевса с фармом небольшой то есть его point booster вот аганим потихоньку появляется но больше ничего нет счет него один 410 и 39 крипов немножко проблемы в этом так на что у нас перетяжка у нас сейчас жигернаута буду пытаться убивать жигернаута что-то мне страшно будет драться у него есть еще аегис бкб он без бкб бкб у меня слышит такая себе идея есть рп есть рп надо зонду быстро пробить есть готова к вопа и это минус 2 правда это стоило бы кбб зато это не стоило аегиса и сейчас будет заход на т2 tower максимально быстро нужно заходить потому что 30 секунд остается до возрождения этих персонажей но я думаю джекернаут с крипами справляется без труда и сейчас подходит свои и бакдора нет ну подумай там аурум то там еще фурион тут просто вот узнаешь классика фуриона 2013-12 года фурион видос лотар дизоль и это пока что работает потому что 848 ну и фурион достаточно активно играет да и посмотри по нетворс у него аж 13000 богатый такой парень это вот за счет киллов который он там делал на аппарате 4 тычки и уже вот на фармил себе довольно-таки большое количество артефактов теперь за три тычки может этот фурион а потом павром за 2 этого самого аппарата у аппарата до аппарата большие проблемы он купил себе медас хотя с такими киллами которые он делал можно было пытаться уже потихонечку лепить аганим без этого медаса пресловутого но тенчет парижный решил делать именно так папа себе кстати тоже аганим тарит не хочет никакие бкбшки делал хотя там есть проказ который стоит законтрить мантис я смотрю мантис проседает а это он просто фармит ну и будет у него аганим вот буквально через три сотни а я пары шин все знает но мантис уже ушел немножко немножко недорасчитал и у нас 25 минута 16 25 счет пульс команды x game кэзэ и аегис пропадает уже через две минуты с ним нужно что-то придумывать нужно нужно ну так они пытаются придумывать они пушат но никто драться не хочет этим джиггернаутом этому джиггернауту осталось 1300 денег до мкб и ну после мкб уже точно должен быть башер вот ну и когда понятно почему потому что кое-кто там половину ударов вообще не пропускает мимо себя но этот кто-то на самом деле имеет проблем по фарму 10 тысяч на творца фантом очки у джиггернаута 16000 до при приобретением кого будет 17000 вот он прожал и никто ничего не хочет делать не хотят разменять т1 на т2 ну вот это вот т1 которую крипы добили бы сами еще и квапа не добила ее ну лол ну не совсем здорово вот теперь уже гернаута 2000 я тут еще и что ты не фармлены наверняка вот они да вот они ноги летит а из бласты кстати попадает именно в джиггернаута ну аппарат проверил меткость пристреливала их все там вроде как пристрелился разок ну допустим фармит фармит понимаешь что отстает по угол где очень сильно порт фактом и поэтому именно ну кстати вчетвером один лес фармитит помню не совсем такое хорошее дело ну а что еще остается делать они видимо жду когда закончится стоить из потому что ну по-другому тут видимо никак не получится один конок стоит уже отправить курьера в тайную лавку чтобы прикупить себе мкб и заменить его на аегис который но либо сам закончится либо его закончат ребята из ссср смотри как джиггернаут яростно хочет реализовать просто один бегает а команда сзади но сейчас подошла вроде бы а все они будет реализован тайги сможем уже забить фури он фармит продолжает фармить и тарит себе абсолютно то же самое что и джиггернаут это будет мкб ну и динка блин остается 500 денег и прям очень клёво фармит и фурион с медасом этого мне аппарат медаса в этом прям будет точно каждый раз медас использовать свой проблема там достичь ну добраться до крипов при она меньше проблем чем у аппарата вот то есть парейшн вот например шанс ему надо поюзать не нас но никуда не идет потому что либо боится либо из ничего да ну и сейчас джиггернаут теперь будет убивать довольно таки просто фантом ассасин мы соответственно юсер все меньше и меньше шансов выигрывать замеса вот такие и джиггернаут мастера тоже будет убивать быстро и фурион и джиггернаут добрый мастер а там тоже есть кое-какие встроенные миссы так но что у нас нами это продолжает у нас идти и заход похоже сейчас будет на последний внешний товар команды и ссср ну и на последний внешний товар юссср ну же без айгеса стоит полагать да но зато сам к б с двумя мкб и еще и дизоль который очень неприятен нужно дать тычку фурион чтобы минус армор все-таки было сейчас нету а фурион хочет тоже драться там он не хочет отдельно хотя отдельно особо негде да тут подпу что в принципе верхняя линия команды ссср а нижняя еще там где-то около то два тусит так что все в порядке да что смотрим пока что не хотят у нас x game и заходить так яростно они просто начинают активно дамажить для 2 tower а это айс бласт бкб а зачем а бкб зачем просто развели якобы чтобы не залетели там случайно ну видимо но тратить из-за этого бкб охуждать минуту ну видимо как то вот так вот замедляет игру x game и но это такое спорное 1625 и кстати нету больше внешних товаров сейчас будут ждать раша на x game и а после уже заходить на high ground ну если удачно зайдут на раша на конечно еще и заберут фантом к у нее есть яша но видимо это я же скорее уже монтостайлом будет они саша яши потому что до сих пор нет ну вот только сейчас появляются деньги наконец на эту сэнджин яшу ну фантомки дела на самом деле очень грустно обстоят сейчас ли он могут грустно стоять а магнус то с инвизом а магнус то с инвизом и отправляется у нас внизу находится просто партизан такую в ожидании врага но по моему он просто в фк стоит а нет все хорошо и не штопорейшинг кстати законтрил джаггернату да допустим но все остальное как он законтрит есть госсептер у него ну такой же только надо бы ли он у ли он у тысячи пока что денег рашан резится через почти полторы минуты ну и вот тебе и вся реализация ягиса но в принципе все внешние вышки были спушены сейчас пока жив был аегис так что вот ну может быть это даже и можно называть реализации аегиса да боялись джаггернаута который просто прожмет он не слышу его побьете а потом прибежит вся его команда и он через пять секунд появится и будет уже в пятером все лупить команду и ссср и при этом сами они потратят несколько ультимейтов на джаггернаута да ну вот сталкэт уже заторен тоже также мощно почти как и джаггернаут и наверное просто выжидает момент когда драться вот этот геймы а он пойдет и будет заниматься тем чем занимаются обычно фурионы как грязный да да грязный буро грязни не бывает просто вот ресторана ты просто вот эти тринт из по этим тринтам просто видно как как они хотят грязным делом заняться на руки тянут прям да по-другому никак еще такая розовая пимпочка пимпочка розовая это вообще от сразу же понятно что это порождение ада они тринты на вам помечены помечены тринтах да 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 проклятые проклятые как там наполненные скверны просто эти тринты вот вспомнил скверны ну что у нас до рошана остается менее 20 секунд и видишь какую хотят забрать именно этого рошана все таки он контрольный будет возможно таки но это все равно никогда он второй но сейчас мы узнаем буквально ки через несколько секунд 32 ну и даже не так хорош он сразу же стал пить этих принтов но понимает что вот эти тринты это вообще не шутка ну и рошан разваливается очень быстро от одного фуриона но это ямко ценки кстати vitality booster vitality booster чтобы что но судя по всему чтобы был я не вижу ну допустим будет родов оттос но это такое себе так устал к это проблемы стал кэт сейчас придется забрать оегис нет не погибнет но на базу его вынудили вернуться все равно но пока вернется на базу там пока вернется обратно 20 секунд пройдет как раз он не на базу вернулся он хочет фармить еще окей хорошо а в то время у нас команда есть сыр притягиваться на нижнюю линию и вот на куринию не зайдут на хайграунд видимо по боту джекернат подфармил еще и мидл мидл и до башер уже джекерната в стэши больше больше он так и говорит больше ну и зайти просто хайгра попытаться как-то это тяжело особенно когда критует сперва даггера просто еще и палец еще я из глаз лопуха приняту джекерна он подождет пока что снимется эффект то есть бласта и будет заход потому что вард очень быстро хиляет а у них ультимативы кто уже нету бкб у фуриона а где наш фурион фурион на базе находится и и его пеньки уже потопу идут потихоньку и на зарплаты по крипу магнус крипов не любит просто хексуле поджиггернаута блин клэя праймал сплит наконец-то пошла у нас драка квапана рала на магнусу магнус привез эту квапу минус фантом к минус ли он сразу же тут продолжается драка джекернаут будет драться до конца есть айс-гласс айс-гласс почти цепанул джекернаут не получилось и это минус фантом к должна быть трипл килл для фуриона ультра килл до фуриона в толпе тут полетела в бкб он в бкб нарезать тут двойная может быть но папа ой 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 ну вот пожалуйста ремп из ниоткуда это фурион ггвп пишет демоник и игра действительно good game очень неплохая каточка сейчас для протокола узнаем на каком моменте времени остановится вот 33 минут 46 секунд счет 31 17 победа x game kz ну заготовочка была реализована да ну вот начале они не уверенно так стартанули а в конце вот ремпы от нашего фуриона да ну и вот она статистика перед вами фуриона джекернаут основные убийцы там томаш даже соизволил ультанут в крипов это не повлияло на исход игры ну и вот такая вот каточка у нас произошла следующая каточка друзья у нас будет через 25 минут до через 25 минут на пыль сша карточка команда nc против команды чапа у вас будут играть так что у нас 20 минут на музыкальный перерыв после которого мы с вами вот вернемся к вам свежий взбодрившиеся ну а с вами весь этот вечер блогер и весь этот вечер без одной катки с аквинг до встречи